МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовы до любого развития падей. Сельско-господаршее предприемство региона распрацывали планы по профилактице наступства умоцных снегопадов. Гаражи чай и теплые пожадания. ДАИ и червоный крыш допомагают водителям и пешеходам в морозы. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Завершилось долгое сопростояние жахаров везки Лопатина в Гомельском районе и одного из приватных предприемств. До ягоды люди скарделися на пыл и умоцный шум от плясок по перепроцовце промысловых отходов, якую открыли литерально за их огородами. Инвестор убирать вытворчасть отмавлялся. А вязковцы крок за кроком доказывали, что узникшая звалка погрожает их здоровью. Пришлось умешаться экологам и держконтролю. Гэта один из запошних рейдов на тепер уже былую плясоку. Там, где еще совсем недавно лежали горы смеття, а теперь чистое поле, не каменчика. А начиналось все в 2017-м. У Лопатина пришел приватный инвестор, побачь звездкой з'явился участок по перепроцовце отходов. Бизнес развивался поспехово. Шматонные самозвалы, разбивающие дорогу, регулярно привозили сюда новые парты отходов, которые тут же и перепроцовывались дробильными машинами. Железобетон, шклобой, будовничая смеття. Непрекметно у людей за огородами выросла великая звалка. У соседки ребенок асматик, у меня дети аллергики, я сама аллергиком стала. Дети погуляли на улице, лето, но как их не выпустить? А ночью задыхаются. И ты не знаешь просто, что делать. Ни одни таблетки не помогают, ни одни лекарства. Было это все тяжело. Куда только не писали мясовые жахары, все сводилось до одной просьбы – неоткладно закрыть объект. Алея предприемства серьезное, и гроши укладенные великие. До того же это прационное место и податковые отличения. Провирающим пришлось из-под шатку деталевого усим разобраться и не один десяток разов выехать на место с проверками. Было установлено, что утилизатор нарушил ряд требований предохранного законодательства. Кроме того, был установлен ряд иных нарушений, связанных с несоблюдением санитарных и противопожарных норм. Естественно, дробилки, которые работали, издавали шум. В период засушливый – это была пыль, которая воздействовала на местных жителей, которые были недовольны. Предприемник по-ранейшему стоял на своем. Мовлял, пляцовка побудована по усих быдовничьих нормах с выполнением законодательства. Только вот факты сказали про дворотные. Когда вязковый конфликт перерос в сопростояние, в справу вмешался комитет держконтроля. Потребования же хоров там признали обгрунтованными. К субъекту хозяйственного были применены и должностным лицам применены административные санкции в размере более 130 тысяч рублей. Выставлен иск о причинении вреда экологии на сумму больше 50 тысяч рублей. На данной площадке, как вы видите, не осталось ни одной тонны отходов и продуктов его переработки. Як высветлилось позднее, проект Перша Пашаткова продуглеживал специальные меры по снижении шума и продухелении забружывания поветра. Але и они так и застались на паперы. Спочатку сюда просто спынили завозить новые грузы, а уже опошнее решение поставило кропку у этой истории. Проблемный участок закрыли. Мы полностью освободили площадку. Практически вся продукция переработки была реализована потребителям. Компания таким образом продемонстрировала свой производственный потенциал. Он у нас существенно выше, то есть для нас это не являлось какой-то сверхзадачей. Площадка будет передана хозяйству, которое предоставило нам ее в аренду. Предприемству-утилизатору, якое у вынику погодилося с доводами проверяющих, пообяцали и инший земельный участок для працы. Так само под Гомелем, але у промзоне и удалечении от жилых побудов. Моцные морозы не поуплывали на работу народно-господарчего комплекса в области. На контроле обстановка на дорогах и у жилево-коммунальных господарцы. Низкие температуры створали пылные проблемы у сетках тепла и водозабеспечения, але до надзвичайных ситуаций справа не дошла. Перенести морозы сельско-господарчим культурам дозволить снежное покрыво. Тут наявность снегу – безумовный плюс, однако каліюн збирається на дахах будинков, представляя небезпеку. З мета ее попередження сельско-господарчая предприємства региона распрацавали планы по профилактице наступствов моцных снегопадов. И хоть этой зимой такие ситуации по кульню зникали, тут рыхтуются до самых несприяльных сценариев. Наши корреспонденты поцекавилися подробностями. Такого на дворе чекали с самого початку календарной зимы. У рэшці, калі у студзіні на термометры стабільный плюс – гэта аномальна з'ява. Дарэчі, па інформацій Гомельской обласной жилёво-коммунальній господаркі, ніяких значных проблем у роботі галіны маразы не стварылі. Навары, які адзначаліся на сетках тепла і водозабіспачення, былі рэдкімі і дробнімі. Для іх ліквідацій хапала максимум некалькіх гадзі. Ну, выніку моцных снегопадаў, значныя праблемы можуть ўзнікнуць на сельска господарших прадприємствах, особлива на старых побудовах. Іх конструктивныя особливості можуть привезці до розбурэння дахаў. І хоч сё літа таких выпадкаў не було, ситуація знаходіцца на пастоянным контролі. У Ксу-Пурыцкая за кожным будынком замацавалі спіціяліста, які адказувае за ягобяспеку. Ежыгодна проводецца контроль, ремонт, текущі капітальны, ну, в зависимості уже от самого здання. Года пастройки і технічкай документація. Бадай найбольшзначну небяспеку, моцные снегопады праставляюць для цяплічных господарок. При неспраяльным надворі значны абйомы снегу можуть зламать ўсю побудову, аднавіць якую будзе ўже немагчыма. На шастя, ў пошні гады таких сітуацій на Гомельщине не було. Що тычыцца сучасных реалій, то пакуль плац снегу на дахах невялікі і небяспекі не працтавляе. Калі сітуація пагоршыцца, у сельгазпадприємствах задяйничаюць спіціяльна створені бригады супрацівнікав, які маюць допуск для работы на вышіні. Формируєм дані бригады із числа работніків нашого предприятия. Це строїцельні бригады, трудоёмкі. Ані сформіровані і на случай обільних снігопадів бригады готовы і закріплені за определенными участками роботи. Каждаєй знає, гді, хто должен роботаць при екстрійній сітуацій. Олег Сінцюров, Максим Савін, Валерий Гапаньком. Телерадио Кампанія «Гомель». Патрымка пачас маразу. Гомельські супрацівнікі ДАІ, а так само працтавнікі Червонага Крыжа, провели сумесный рейд. Яго мета допомагши водителям і пішаходам перенести екстремальні умовы на двор'я. Ужо у самым пачатку рейда інспекторы убачили, калі дорогі аутамабіль с прабітым колом. Яго уладальніку не пашанцавала удвая справяться с паломкай, калі на вулиці такоя надвор'я особлива складана. Міліціонері адвезли пашкоджене коло на шиномонтаж. Для пішаходів падріхтавалі гарачі на пояс, нэкі і пледы. Усе одзіля того, каб допомагши людзям пазбігнуць перохолодження. Міліція сподзається, што гэту ініціативу патрымаюць усе удзельнікі Дарожного руху. Госфотоінспекція хочуть призвать всіх участніків Дарожного движення, якщо ви бачите, що водітелі, машина встановилася у країні проїжджі части, і підійдіть, не проявляйте равнодуші, підійдіть і спросіть, потрібна ли допомога. Либо, елементарно, просто даже позвоніть на лінію 102, либо в діжнюю частиць госавтоінспекції, і о тому, що тут злочилось, необхідна допомога. Супросовніки до Ягоміщини заусюди імкнуться до допомагши аутоаматорам. Так жлобінські інспекторы выратували водітеля з Бабруйська. Мужчина рухався по аутодорозі Мінськ-Гомель, але у транспортному сродку замерзла паліва. Правооховніки адбуксіровали машину до ближайшого магазина, де водітель одагрився і дочекався, пакуль за їм приєдуть родні. Морозы пойдуть на спад у середзіні тыдня. Процес повышення температуры буде поступовым. Почнеться йон зауторка. Коли морозы ослабнуть, у дзень до минус 12-14 градусів, у ночі буде до минус 15-17 градусів. У середзіній день чакається до 10-ти морозу. Буде без опадків. У ніч на четвер махчим і сніг. А у день – дождь. Слубкі термометраў паднімутся до нуля плюс 2 градусів. Опадків не чакається. Падобный характер надвор'я захавається до конца тыдня. Далігаты усі Беларуського народного сходу протягуюць сустрэчу у працовных і навучальних колективах. Своїми думками об ситуації Україні і шляхах її развіця з навучэнцами Дзержавного коледжа мостацких промыслів падзілився депутат Палаты працтавніков Национального сходу Республіки Беларусь Віталь Уткін. Гомельський Дзержавний коледж мостацких промыслів установа у значной ступені особливая. Усі без виключення – выкладшіки, навучэнцы і людзі творші со своїм баченням звичайних рэшов. Іх мэта – створать, а не разбурать. Сучасна мулоць у своєй більшісті ніколі не была абы яковай та ліс Україны. Мы дажны не тільки научать їх знанням, умінням і навыкам, ну і розказувать им об общественном строе, політичском строе нашій страны. Мы дажны им донести інформацію, що вони дажны інтересоватся системой нашого устройства государства. І що происходит в нашей стране, ведь это тоже очень важно. Если наша молодёжь будет в стороне, то завтра они не смогут построять наше здоровое будущее і нашу процветаючую Беларусь. Па часу встречи навучэнцев коледжа з депутатом Палаты працтавніков, делігатом 6-го Всебеларуского народного сходу Віталем Уткіним размова об ситуації в Україні. Заборонених темняма, при гэтым депутат толькі агучвая факты. Вывады павінны робіць самі навучэнцы. За што на самой справі змагаюцьо удзельнікі протестных акцій? Як ствараецца фэйкова інформація? Пра віззяню в Беларусі чемпіонату світу? І які страты може панецці для яго адмэны беларускі приватны бізнес? Віталь Уткіну, якого пачас Велікай Айчынны загінули або два дзєда, заклікая памятаць. Ми – нашатки покоління пераможців. Всегда должны помнить, що в нашій молодєжі і в нас течет кровь победителів Второї мирової війни. Тому ці основи фундаментальні дозна усвоїть молодєжь, на чому їх життя струється, какой фундамент старші покоління сюди вложили, і що треба цінити, і розбиратися во внешній політиці, яка зачастую є спекулятивною. І сьогоднішні СМІ, інтернет-ресурси – це не сравнить то, що було в наше время. То сьогодні абсолютно інші спекулятивні моменти йдуть, які спробуються в определенних цілі і определенна група лиц, які в цілому не заінтересовані ні в розвиті молодєжі Республіки Беларусь, ні в цілому розвиті нашої країни. Випускніки Гомельського Зержавного коледжа мастацьких промыслів отримлюють дипломы мастака-наставника і дизайнера-наставника. І коли на перших курсах навчанці більш думають об освоєнні професії, то на опушнім уже огучують бачення перспіктив свого прасовладковання. Покидаць країну не збірається ніхто. Для гэтых молодых людзей Беларусь радіма, дзе завсюди можна стаць поважаным професіоналом. Моя професія непосредственно буде связана з дизайном, з предпочтеннями потребителі. Мене треба буде угадувати тенденції, людські якісь інтереси і делать обычні віщі необычними і інтересними для потребління. Тому в творчевському плані я считаю, що дизайн – дуже важна професія. І я дуже рад учиться по цій спеціальності, тому що є велике желання творити і працювати в цій сфері. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерія Гапанько, телерадиокомпанія «Гомель». На пері до дні дня воротовальника Гомельське обласне управління МНС і АСВОД провели сумісне влучення. У сізон зімової рыбалки необхідно заусіди бути підрихтованними до надзвичайних ситуацій. Тому агульними намаганнями структуры імкнуться забезпечись безпеку на водоємах. Падрабязнасті у наступному сюжеті. В учені прайшлі на базі новобелецкай станції АСВОД. Неглядзіць на неспраяльнай надвор і супрацовнікі МНС і воротовальнікі на воде ў повній готовності. Усюдзіля таго, каб падчас саправданай надзвичайній ситуацій быць максимальна оперативнамі. Ситуація, які змоделіровалі падчас в учені, у максимальна наближаная до реальних умов. Чалавек провалівся пад льод. Трэбы терміново пераправіць яго наберах і аказаць першу допамогу. На узбраєні воротовальнікав розныя виды спеціальній технікі. У їх ліку кленамет і навад аеролодка. Такіх ве ўсёй країні толькі шэсть. На вооруженні Гомельської обласної організації «Освод» знаходиться аеролодка «Пираня», которая позволяє виконувати дані задачі на льду, по тонкому льду. Така техніка, она єдинственна в Гомельській області. І она закріміновала себя вже в боєвих условіях при поисках утонувшого челіка. Метоподобних мероприємствів перш за усе ваудасканалі не навыка усумєстной роботи. Іх організатори впевнені. Проведення такої роботи допоможуть значно зміншити кількость ахар. Целью даних ученьів була організація і провірка взаємодійства двох служб. І ученья показали, що служби готові к решенню поставленних задач по спасенню людей, терпящих бедствия на льду. За зимовий пирейд в Беларусі на воді загинули 44 чоловіки. Три з їх неповнолетні. Сумная статистика Барышенко, телерадо, компанія Гомель. Вратовальніки звертаюць увагу. Окунаця у водохрішанські купелі варта тільки у спеціально подрихтованых місцях. У Гомелі їх 4. Набережная ракі Сош, центральні і Новобілецкі пляжі, а так само вратовальнія станція Заходнія. У районі Київського спуску 10.30 почнеться хресний ход, пасляча год будзіцца працівнікі МНС, медикі і правоохоннікі. Перед тим, як окунаця, рекомендуєця проконсультаваць ваурача, особливо, калі єсь хронічні хвороби. Перед уваходом у воду варта разагреть тіле і виконать фізічне практиковання і, канешні, устрімаця от уживання алкоголю. Гэта і інша новина інформація проєктах телерадо компанії Гомель ви можете знайсті на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым випуск завершений. Усяго вам доброго і до зустрічі у ефірі. Ефір телеканала «Белару-4» продолжає де-факто в студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. В Гомельському районі пасажир набросился на водителя такси, попытавшогося разбудити п'яного клієнта. На місто происшествия выїхал наряд патрульно-постовой службы Гомельського РУВД. Мілиціонері успіли вовремя і задержали хулигана. В процесі розбирательства выяснилось, що це 26-летний житель поселка Юбилейный, якому в той день приїтель вызвал такси, так як парень в гостях не розчитав дозу спиртного. Пассажир по дороге уснув. В конце маршрута таксист попытался разбудити клиента, но тот в ответ ударив водителя по лицу, порвал ему куртку, а також ногой повредил крыло і бампер автомобиля. Хулиган задержан. Возбуждено уголовное дело, следователи изучают обстоятельства і дають правовую оценку действиям молодого человека. Ранее он был судим за присвоення чужого імущества. Ещё один факт хулиганства зафиксирован в Речице. Там за ночь неизвестный повредил 8 автомобилей. Ранним утром в РОВД поступило сообщение о том, що мужчина отрывает на стоянке у машин дворники, ломает зеркала і бьет стекла. Прибувшая на место група задержання злоумышленника не застала, но по оставленным на снегу следам милиционеры нашли дом подозреваемого. Выяснилось, что 36-летний житель райцентра большую часть времени работает в России, і серьёзних проблем с законом не имел. Приехал домой отметить праздники і, находясь в нетрезвом состоянии, без причинно стал наносить удары по машинам. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело, ему предстоит возместить весь причинённый ущерб. В Гомеле горела компрессорная станция на территории завода «Центролит». Накануне около 9 вечера в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Барыкина горит здание литейного цеха. По прибытии оказалось, что в огне кровля компрессорной станции пристроены к помещению цеха. Пожар был ликвидирован спасателями. В результате кровля компрессорной станции уничтожена полностью, повреждён сам компрессор. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. На Припяти в Мозере человек провалился под лёд. На помощь к нему поспешил рыбак. В результате всё закончилось относительно благополучно. Сообщение об инциденте поступило спасателям 16 января около 5 вечера. Выяснилось, что 44-летний мужчина при ловле рыбы провалился под лёд. Неподалёку от него находился другой рыбак, который услышал крики и с помощью подручных средств извлёк из воды мужчину. Спасатели обогрели пострадавшего в машине, а прибывшие работники скорой медицинской помощи с диагнозом «общее переохлаждение» доставили его в Мозерскую горбольницу. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В РЗ «Столица» подвели черту под первым кругом чемпионата Беларуси по мини-футболу. Перенесённый матч с десятого тура проходил в Гомеле. Этот поединок получился не менее зрелищным, чем финал Кубка страны недельной давности, где сошлись эти же соперники. Тогда, напомню, вверх взяли вагоностроители. В отчётном поединке команды сражались не только за три очка, но и за второе место в таблице чемпионата по итогам первого круга. В первом тайме все голевые события пришлись на концовку. Сначала хозяева подловили соперника на контратаке, которую точным ударом завершил Клочко. Спустя минуту малышка не по правилам остановил убегавшего к воротам у ося. Цена нарушения не только жёлтая карточка для игрока столицы, но и 10-метровый штрафной удар. Этот фолл стал шестым по счёту для гостей. Шимановский забил 2-0. Незадолго до перерыва вагоностроители вновь получили право на 10-метровый. К мячу подошёл Лось, однако переиграть голкипера ему не удалось. После перерыва команды продолжили исправно создавать опасные моменты ворот соперника на экваторе тайма «Лавр» сократил отставание гостей. В концовке столица перешла на игру в пять полевых, за что было наказано Клочко. После первого круга игрок в РЗ с 16-ю голами возглавляет список снайперов чемпионата. 3-1 вагоностроители победили и сместили столицу со второй строки в таблице. Первый тайм, я думаю, хороший в нашем исполнении. Могли ещё и больше забивать в концовке игры несколько моментов, таких которых три в ноль вратаря выходят. Надо, конечно, реализовывать такие моменты. Во втором тяжелее стало. Ну, понятно, что сказывается ещё и физическая форма, потому что отыграли две игры в кубке с этим же соперником. Очень тяжёлые игры. И там, и здесь сейчас. Поэтому на морально волевых только ребята здесь уже, за что им большое спасибо. Второй круг чемпионата Беларуси стартует уже в ближайшие выходные. ВРЗ дома сыграет Слида и Светлогорский ЦКК с Минском. БЧ есть в гости КУВД Динамо. Гомельская энергия закрепилась на второй позиции таблицы чемпионата Беларуси по волейболу высшей лиги. Новый календарный год подопечные Романа Оплевича начали с победы над одним из главных соперников, столичным строителем. На домашнем паркете энергетики не отдали сопернику ни одного сета. В первом гомельчане взяли вверх убедительно плюс 10. Во втором более скромно, с разницей в 4 очка. А в третьем сумели отыграть отставание в 6 мячей и победить в концовке 29-27. 23 января энергия отправится в гости к легиону из Обухова. Одна заброшенная шайба решила исход Полесского дерби в экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси. Металург и Гомель встретились на льду Столиваров. На 48-й минуте Тополь принес победу хозяевам. 20 января Рыси на выезде играют с Шахтером. Металург едет в гости к юности. Футбольный клуб Гомель провел первый предсезонный спарринг. Зелено-белые на поле крытого футбольного манежа стадиона Луч обыграли Бобруйскую Белшину 2-1. В составе хозяев отличились Дмитрий Гомзе и новичок команды Андрей Соловей. Полузащитник ранее защищал цвета другой гомельской команды Локомотива. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны в первой лиге. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин